Нам детям, рожденным в 50-е годы прошлого века, крупно повезло с нашим детством. В то время были живы участники Великой Отечественной войны и много интересных историй. Нам было рассказано. Мне очень хорошо запомнилась история о волках, рассказанной дедом Степаном. Ему, как и многим солдатам, в тяжелом 1941 году пришлось отступать вглубь страны. Степан Иванович с группой солдат попал в партизанский отряд на Брянщине, провоевал там до освобождения территории и соединения партизан с советскими солдатами. В одной из февральских ночей дед с товарищем пошли на задание в деревню, где были немцы. На улице пуржила небольшая февральская вьюга. Партизаны любили такую погоду. Снег заваливал следы и партизанские тропы, но что-то пошло не так. Нарвались на засаду, товарища ранило в ногу. Но все-таки партизанам удалось уйти, но с ранением далеко не убежишь, да еще и кровотечение сильное открылось. Дед принимает решение в овраге, где были большие сугробы, а тонкой березке сделать пещеру. Это был последний шанс как-то укрыться и сделать привязку раненому партизану. Дед подумал, что немцы в такую погоду не смогут отважиться идти в погоню. Да, и снега очень много навалило. Но он ошибся. Укрывшись в пещере, где было тепло и тихо, партизаны услышали наверху протяжный вой волка. Возможно, звери учуяли кровь раненого и начали отрывать пещеру. У партизан было оружие, но дед решил с ножом бороться с волками. Боялся шума от выстрела, который привлечет немцев, и те их обнаружат. Через некоторое время шуршание умолкли. В пещере была тишина. Друг партизана слышит глухую автоматную очередь и опять глухая тишина. Сидели долго. Раненый партизан от потерянной крови стал терять силы. Его тянуло в сон. Дед Степан понимал, что уснуть в пещере может и он сам, а это верная смерть. Он решает выбраться наружу и выяснить окружающую обстановку. Выбравшись из пещеры, подполз к краю оврага, видит на поле лежит три звериных трупа, которые уже засыпают снегом. Немцев нигде не было. Деду стало интересно, кто их спас. Подойдя к трупам, он увидел немецкую овчарку с разорванным горлом и рядом два волка. По всей вероятности, овчарка взяла кровавый след, бежала к врагу, а за ней немцы или полицая. Брянские волки защитили свою территорию. Февраль месяц волчьих свадеб, а собака третий лишний. Дед с гордостью говорил, что даже волки погибали от фашистов, защищая свою родину, а мы, дети, конечно, верили в это. Да, и сейчас хочется верить, хотя понимаешь, что это счастливая случайность. Партизаны живые добрались до лесного лагеря.